В Голицынской школе номер два патриотическому воспитанию уделяют особое внимание. В этот раз главной темой встречи стала Великая Отечественная война. Активное участие в подготовке мероприятия приняли сторонники партии «Единая Россия». На встречу к ребятам приехал ветеран, советский разведчик Константин Федотов. Он презентовал старшеклассникам свою книгу, изданную ограниченным тиражом. Спортник под названием «Верность священному долгу» вышел в свет при поддержке главы района Андрея Иванова. В книге описаны фронтовые эпизоды и послевоенная жизнь ветерана. Константин Сергеевич попал на фронт с 17-летним мальчишкой. Прошел всю войну, участвовал в операциях «Багратион», в боях в Восточной Пруссии и в битве за Берлин. Ветеран рассказал школьникам о печальных событиях, происходивших в 1941 году. Первоначальный период войны был очень тяжелым. В трагическом начале нацвет стояли пограничники. Нацвет стояли у войска приграничные. На враг был силен и в конечном итоге к ноябре месяцу приблизился к границам нашей столицы, к городу Москве. Подобные встречи в Голицынской школе стали уже традиционными. Здесь помнят и чтят подвиг, совершенный советскими солдатами. А ветераны – частые и почетные гости на всех патриотических мероприятиях. Разрешите мне от имени всей нашей школы, от имени всей нашей страны сказать вам огромное спасибо за то чистое небо, которое есть у нас сейчас. Низкий вам поклон. С призывом любить и хранить память о тех, кто сражался и погибал во имя победы, выступили и сами старшеклассники. Ребята подготовили для гостей творческие номера, пронизанные патриотизмом, любовью к родине и гордостью за историю своего отечества. Болем вдоль берега крутого, мимака, сердце, крыши, ты ли я забыва, шел солдат, шел солдат, и сам не зная, шел солдат, друзей теряяя. Такие мероприятия нужны для того, чтобы наши потомки помнили о великом подвиге, который совершили наши деды и прадеды. Они спасли нашу страну от необратимых последствий. Мы очень много сотрудничаем с Галицинским пограничным институтом, то есть к нам приходят курсанты, различные военные. Мы проводим с ними беседы о Великой Отечественной войне, тоже у нас была беседа о том, как происходит учеба, служба в Галицинском пограничном институте. В завершение встречи гости мероприятия собрались за столом, где выпускники, уже твердо решившие посвятить свою жизнь служению Отечеству, смогли побеседовать с ветеранами в неформальной обстановке. Екатерина Яровая, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».